Предложение о работе или джоб-офер – это еще не конец вашего поиска работы. Рано радоваться. Почему не рекомендуется сразу его принимать? Спойлер – можно поторговаться и получить не только хорошую прибавку к зарплате, а еще и оплату обучения, релокацию и даже привлекательную должность, а также гибкий график работы. Как грамотно обрабатывать офер, обсудим в сегодняшнем эпизоде «Не переключайтесь». С вами Анна Наумова, я эксперт по поиску работы в США, карьерный коуч и консультант. Живу в США уже более 8 лет. А также я продакт-менеджер с опытом работы более 10 лет, и я работала в таких компаниях, как Apple. И вы на моем канале «Продкаст». Если вам нужно сделать крутое американское резюме, прокачать профиль в LinkedIn или подготовиться к собеседованию международной компании, заходите на мой веб-сайт annanaumova.com и записывайтесь ко мне на консультации. А если вы не знаете, кем хотите работать, как расти по карьерной лестнице или увеличить свои доходы, приходите ко мне на коучинговые программы, все ссылки вы найдете в описании к этому видео. Итак, у меня сегодня в гостях Ольга Пронина, Senior Engineering Manager в компании Cruise. Это компания, которая делает беспилотные автомобили в США, а также автор телеграм-канала «Кремниевый дзен», канал о том, как стать лидером в Силиконовой долине, сохранив рассудок. А еще Ольга недавно была у меня на канале, где поделилась секретами успешного прохождения поведенческих интервью. Это самые популярные интервью в США. Смотрите эпизод, ссылка будет в описании. Привет, Ольга! Спасибо большое еще раз, что вернулась ко мне. Привет-привет! Я очень рада вернуться к тебе и к твоим слушателям. Мы очень классно поболтали в прошлый раз. Надеюсь, будет также полезно в этот раз. Да, у нас сегодня очень классная тема, и она такая немножко, мне кажется, нераскрытая, по крайней мере, среди русскоязычного сообщества. Потому что каждый раз, когда я говорю про джоп-офер, они все такие, вот, джоп-офер, все, сразу бежим принимать. Я такая, стоп, 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 стоп. И вот я понимаю, что как-то культурно не принято среди русскоязычных эмигрантов что-то с этим еще делать. Оказывается, на самом деле, там еще поле непаха научиться. Поэтому я тебя сегодня пригласила, чтобы ты со стороны нанимающего менеджера, такой другой стороны, рассказала, как же все-таки играть в эту интересную игру. Обязательно, да. Спасибо большое. Расскажем мы со стороны нанимающего менеджера и со стороны соискателя. Соискателя, да. Потому что такой опыт у меня тоже есть. И да, мне тоже пришлось учиться. Negotiate the job-офер. Так что поделимся всеми секретами. Класс, класс. Да, целый эпизод. Расскажи о себе. Для тех, кто еще тебя не знает или не смотрел, вдруг есть такие люди. Конечно. Меня зовут Ольга Пронина. Я живу в Калифорнии, в США, больше семи лет. Я работаю в стартапах Кремниевой долины. И в данный момент я Senior Engineering Manager в Круз. Я руководила компаниями и работала в инженерии всю свою карьеру, начиная с истории в России. И в США я прошла путь из инженера в менеджеры и в старшие менеджеры. Так что я знаю, как расти. Я знаю, как переходить из одной компании в другую. И как строить классные команды. Обо всем этом рассказываю у себя на канале. Присоединяйтесь. И прихожу в гости к Ане. Да, да. Если вам интересно послушать про компанию Круз, мы с Ольгой достаточно плотно обсудили с разными шутками в предыдущем эпизоде. Поэтому не будем сегодня тратить на это время. Вообще очень интересно. Это беспилотные автомобили. Мне кажется, стоит сделать отдельный пост. Уже второй раз об этом говорю. Поэтому обязательно поставьте лайк, если вы хотите эпизод про то, как вообще устроена индустрия беспилотных автомобилей в США. Как они делаются. Ну что, Ольга, давай начнем. Что такое оффер в США? Как он выглядит? Из чего он состоит? Супер. Да, как ты сказала в начале, оффер – это еще не конец. Это последний этап, но это не точка. Потому что оффер – это приглашение от работодателя рассмотреть их предложение. То есть это предложение. В этом предложении будут перечислены все-все-все параметры того, как вы будете работать. Зарплаты, бенефиты, условия труда. Мы про все это подробнее поговорим сейчас. Но то, что вам сделали это предложение, еще не значит, что вы должны его подписывать. Поэтому это называется последний этап, а не конец. Потому что вам предстоит обсудить с рекрутером, возможно, даже с занимающим менеджером те условия, которые у вас прописаны. И вы можете что-то там в этом оффере изменить, если у вас есть такое желание. Ну, давай поподробнее раскроем, что вот внутри оффера такой есть. Что там написано вообще? Ну, начнем с того, что очень часто первый оффер, который вы получаете, он устный. Да, чем отличается? Вы еще не видите того, что там написано. Что такое устный оффер? Устный оффер – это значит, что вас уже выбрали. «Поздравляю вас, вы классные, компания хочет с вами работать». Но перед тем, как написать эту бумажечку, которая очень часто компаниям занимает достаточно много бюрократии, они пытаются понять, устроят ли вас те условия, которые они вам предлагают. Поэтому рекрутер, который с вами работает, или нанимающий менеджер, скорее всего, созвонятся с вами и поделюсь с вами деталями о том, какая вам предложена зарплата, какие предложены условия по поводу бонуса вашего уровня, будут ли какие-то стоки, shares, какая-то доля в компании. А также будет указано, где вы хотите, будете работать, в каком офисе, на каких условиях, гибрид, ремонт или весь, все недели в офисе. И все-все-все вот эти детали будут обсуждаться. Но самое главное для них в устной части будет понять, цифры вам подходят или не подходят. И уже на этом этапе начинается процесс negotiation, переговоров. Ну давай тогда прям по шагам. Я успешный такой кандидат, счастливчик, потратила вот полгода на поиск работы, и тут мне звонит рекрутер. И знаешь, как я еще, я даже сказала, там еще такой сигнал, еще перед, мне кажется, перед тем, как он позвонил, там есть обычный сигнал. Потому что, когда ты проходишь, например, последний этап, если ты его не проходишь, обычно тебе высылается такое грустное письмо. Классно, если оно индивидуально написано, но часто бывает, что это просто какое-то письмо-робот шаблонное, и здесь уже становится совсем грустно. Вот. Но иногда рекрутеры пишут, когда вам удобно созвониться. И тут начинается такой мандраж, да, вот расскажи про это, как бы, вот. Они же не сразу вот так вот берут и звонят, да, они, наверное, вот напишут, да. Они, ну, они напишут, спросят, когда вам удобно, конечно. И на самом деле, когда вам, если вам напишут, спросят, еще не значит, что это да. Иногда в некоторых компаниях они молодцы, они уважительно относятся к кандидатам, и нет, они тоже говорят в личной беседе, а не просто отписка. Но, в общем и целом, что-то, какое-то решение, скорее всего, было принято, и поэтому рекрутер хочет с вами поговорить. Поэтому, fingers crossed, и созваниваетесь. Да, да, я помню, вот это состояние, вот это вот, когда приходит письмо, созвонится, и такая блин, и такой, знаешь, и какой-нибудь звонок через пару дней, или там в пятницу звонит, говорит, давай созвонимся в понедельник, и мучаешься все это, все выходные. Да, да, и вот это вот, и тоже клиенты меня тоже пишут, говорит, рекрутер написал, попросил созвониться, что мне делать? Я говорю, стопэ, да. Ничего не делать, ничего, да. Решать, получать удовольствие от вашей жизни, и надеяться на собственное решение. Ну вот, настал этот момент, у меня звонок с рекрутером, и вот мне повезло, рекрутер мне не отказывает, и говорит, слушайте, Анна, или там Ольга, мы решили делать вам оффер, ваша зарплата будет 100 долларов. Что вам, как на это реагировать, кандидату? Да, на это реагировать, во-первых, положительно, поздравьте себя с тем, что вас выбрали, скажите спасибо рекрутеру за классный процесс, он вас сопровождал, подтвердите еще раз рекрутеру, что я очень рад, мне очень приятно получить оффер, мне очень понравилась ваша компания, мне понравилась команда, с которой я поговорила. То есть расскажите о том, что мотивирует вас не бросить трубку. а дальше, пока вы все это говорите, вы можете осмыслить цифру, которую вам назвали, и она вам может подходить, а может не подходить. Так? в любом случае, я предлагаю не давать сразу никаких ответов, не говорить, о, да, класс, мне подходит, не говорить, что вам абсолютно не подходит, а взять немножечко времени на подумать. Почему? Потому что вам нужно успокоить эмоции и взвесить все за и против. Оффер не состоит из одной только зарплаты, правильно? У вас могут появиться вопросы, которые вы захотите задать по поводу этого оффера, а поэтому имеет смысл сказать, что вы услышали цифру, и вам нужно подумать на эту тему. У меня были случаи, когда мне называли сумму, которая вообще даже, я не могла точно на нее перейти, потому что, например, это был доход на 30% меньше, чем мой данный в данный момент. В таких случаях, когда очень кардинальная разница, я обычно говорю, что, знаете, я вам точно могу сказать, что вот эта цифра мне не совсем устраивает, давайте вы пойдете и подумайте над новой цифрой, а потом мы с вами обсудим более адекватную и рыночную, рыночно соответствующую цифру, когда вы ко мне вернетесь. То есть, когда совсем все плохо, можно сказать сразу. Если это более-менее в ваших ожиданиях, то возьмите время на подумать, все запишите, возможно, рекрутер пришлет вам даже письмо в таком неформальном виде, с какими-то цифрами, что он предлагает поставить в оффер, вот возьмите эти цифры и подумайте, все взвесьте и подумайте, как вообще вам на самом деле эти цифры звучат. А сколько нужно думать? И как отвечать на вот это вот подумать? Ну, слишком долго думать, конечно, не надо, потому что компании начинают, во-первых, переживать за то, что думаете ли вы, или вы пытаетесь найти еще какие-то варианты, но я думаю, что в любом случае пару дней на осмысление имеет смысл взять, потому что за это время вы выдохнете, вы обсудите с семьей, вы обсудите с вашими близкими, вы посчитаете, как далеко офис, как часто надо ездить, как вы будете платить по вашим счетам с этой зарплаты, то есть вы сможете прикинуть ваш бюджет, и если вас все устраивает, то вы можете сказать, да, мне все устраивает, но лучше все равно поторговаться, почему, сейчас тоже обсудим, либо вы можете сказать о том уже, какие цифры вам будут более интересны, говорите с окей, да, это вот устный, когда приходит письменный оффер, и все-таки на какой стадии надо торговаться за цифры? Мы торгуемся, финальный торг, он происходит где-то в процессе устного и письменного, потому что в определенный момент, когда вы вроде как сошлись с финальной цифрой, вам нужно увидеть, какие бенефиты есть, то есть компания будет ли вкладываться в ваш пенсионный план, будет ли компания вкладываться в вашу страховку, будет ли компания вкладываться в различные планы из разряда flexible child spending, например, там, это всякие пакеты, когда компания может оплачивать частично там daycare, детский сад для ваших детей, например, все-все эти моменты, они складываются в один большой пакет, плюс количество отпусков, количество праздников в компании, вообще сколько дней вы будете работать, на каких условиях вы будете работать, все вот это вместе, оно уже идет прописано в финальном оффере, и компания на самом деле очень хотят финальный оффер сделать один раз, вы подписали и все, поэтому вот этот устный процесс, он может длиться какое-то время, но первый ответ, первую обратную связь после устного оффера, который вы получите, имеет смысл дать в течение пары-тройки дней, например, если цифры выглядят reasonable, соответствующим вашим ожиданиям, можно все равно попробовать поторговаться, чтобы поднять отплату немножечко повыше, если вас не устраивает, то вы сразу говорите, что мне бы хотелось сильно выше видеть пэкадж, и там уже дальше в зависимости от разных ситуаций того, в какой ситуации компания, в какой ситуации вы, уже будет выстраиваться алгоритм взаимодействия. То есть вот я здесь хочу немножко эту связку сделать между устным оффером и письменным. Устный оффер, он больше про зарплату, какие-то деньги, она может включать базовую зарплату, плюс она может включать стоки акции, туда же идёт, и бонусы. То есть вот из чего формируется зарплата в США. То есть это всё устно озвучивается, правильно я понимаю? Да, и в итоге получается какой-то такой тотал. Но ещё ты сказала, что оффер, он состоит не только из денег, там ещё много всего, это бенефиты, это страховки, это ещё какие-то дополнительные плюшки для кандидата, и это уже всё в письменном оффере, правильно я понимаю? Да, но вы можете попросить, вот я обычно так делаю, когда мне приходит этот устный оффер, мой алгоритм действий, я беру время на подумать и прошу, пока я думаю, прислать мне информацию о вот этих бенефитах, чтобы я могла посмотреть на все цифры вместе. Да, вот я тоже считаю. То есть компания предоставит эту информацию, потому что все понимают, что вам нужны эти данные для того, чтобы в целом посчитать и оценить. Да, вот здесь я с тобой согласна, потому что я думаю очень странно обсуждать только зарплату, как бы это какой-то вот какой-то обособленный объект, но на самом деле надо смотреть в комплексе, потому что очень, особенно для жизни США, страховка крайне необходима, и ну помимо там страховки еще может быть куча всяких других бонусов, а может и не быть. И плюс есть такие вещи, как sign-in бонус, бонус за подписание, какой-нибудь relocation пакет и так далее. то есть вот мне кажется вполне разумно после того, как позвонил рекрутер и сказал, Анна, вы получаете 100 долларов, сказать, слушай, классно, мне все нравится, дай мне время подумать, но мне было бы наверное, не знаю, эффективнее думать, если я бы получила полный комплект бенефитов и посмотрела на эту ситуацию как на общую картину, да, получить вот этот вот письменный оффер и уже тогда с ним работать и начинать торговать, да? Супер, да? Супер, отлично, тогда мы получаем примерно финальный, ну типа финальный оффер, первый финальный оффер мы получаем где-то там через несколько дней после того, как нам позвонил рекрутер. Вот это как вообще выглядит? Ты можешь описать это вот что такое? Это какой-то PDF-документ, это просто письмо, там официальный блат, неофициальный вот, что это? Это официальный документ от компании, иногда вам присылают сразу несколько документов, потому что компания, когда делает оффер, обязана предоставить информацию какую-то там законодательную и они хотят, чтобы подписали еще бумажки о том, что вам предоставлена была информация, то есть они вам очень много информационных буклетов пришлют, бумажки на подпись, что вы получили эти буклеты и ознакомились и непосредственно сам оффер, в котором будут прописаны все условия, включая то, какая у вас будет должность, кто будет ваш менеджер и вот все те условия финансовые, которые мы обсуждали, приложением, отдельным документом обычно будет вся информация по бенефитам, потому что вот эти вот бенефиты, дополнительные плюшки, там обычно у каждой компании есть несколько вариантов, из чего вы можете выбрать, например, по медицинской страховке обычно компания предоставляет не один вид страховки, а несколько вариантов, поэтому они не включают это в основной оффер, они отсылают это отдельным документом, чтобы вы могли выбрать и для себя посчитать. Плюс бенефиты вообще сами по себе они могут меняться, поэтому они не прописываются в основном оффере, в основном оффере прописывается то, что вы гарантированно получаете, если присоединяетесь к компании, вашу зарплату, ваши стоки, если они есть, вашего менеджера с должностью с вашей и бонусы, и бонусы, а по бонусам тоже нужно внимательно читать и смотреть, на что, на чем они основываются эти бонусы. И бонус может основываться на вашей личной производительности, может основываться на успехе компании, на которую вы не всегда можете непосредственно повлиять, и поэтому с бонусами там нужно аккуратно и нужно понимать, что бонус это возможно вы его получите. Возможно нет, так же как и стоки в принципе. Со стоками дело по-другому. Если вы идете в стоки, вы получаете в любом случае. Другой вопрос, если они прописаны, сколько они стоят, вопрос, сколько они стоят и когда вы сможете их зналить. Потому что если вы идете в компанию, которая уже торгуется на рынке, тогда у вас будет прописан в оффере план того, какими кусками эти стоки будут вам начисляться, и соответственно вы будете понимать, когда вы можете их обналичить, потому что обычно вы их можете сразу, как только они к вам пришли. А если вы идете в стартап, который не торгуется еще на рынке, то эти стоки это потенциал. Фантики. Потенциал фантики, да. Это фантики, в которых может оказаться конфетка, а может оказаться полная пустота. Причем пустота может оказаться как по причине того, что, например, вы уйдете до IPO и все, на этом все закончится, либо из-за того, что, например, стартап не будет успешной, либо иногда бывают такие ситуации, когда стартап покупает какая-то большая компания и все эти стоки волшебным образом конвертируются в какую-то сумму в 10 раз меньшую, чем вы хотели бы. Поэтому стартап и стоки это риски. Это риски. Но и обычно потенциал, который выстреливает раз из 10-20. стартап Идти в стартап и застоки это надо дико верить в идею и в основателя и то, что у вас все получится. Поэтому это, конечно, действительно такие фантики, которые с огромной вероятностью превратятся в мишуру на елке. Что ты хотела сказать? Я хотела сказать, что на этом моменте мы можем, кстати, поговорить о том, что можно вообще, за что можно торговаться, за что нельзя, потому что, опять же, в разных компаниях может быть разная ситуация. Да-да-да, вот как раз это был мой следующий вопрос, про то, что вот я получаю вот эту бумажку красивую, супер, там у меня все прописано, ну вот правильно я понимаю, что не надо сразу бежать подписывать, надо взять опять же-таки паузу. Колька, да, примерно ждет оффер, как быстро его надо рассмотреть, подписать, ну и, соответственно, давай поговорим про контр-оффер, что это такое и, да, за что можно торговаться. Супер. По поводу того, сколько можно ждать подписи, будьте внимательны, откройте ваш оффер сразу и найдите там один момент expiration date. Каждый оффер вам выдается на какое-то количество дней обычно или недель, может быть, там неделю, пару недель, в зависимости от того, как быстро компания нанимает. И в оффере будет написано, до какого числа вы можете его подписать. если вы пропустите эту дату, то компания может вам его снова и не выдать, если они, например, переключатся на другого кандидата. Поэтому когда вы получаете оффер письменный, посмотрели на дату, вы пока еще не подписываете, напишите рекрутеру, оставайтесь все время в связи, не выпадайте из коммуникации, напишите рекрутеру, скажите, получил, все классно, мне очень нравится все почти, я пойду подумаю и приду к вам с моими идеями. Теперь идеям по какому поводу? В контур-оффере, что такое контур-оффер? Это когда вам что-то хочется поменять в вашем офере и вы фактически пишете письмо рекрутеру, в котором вы указываете, что все очень классно, все очень здорово, очень хочу, вы замечательная компания, хочу к вам работать, но давайте поменяем вот эти аспекты. И в одном письме не кусками, не в 10 тысяч шагов, а в одном письме вы описываете, какие изменения работодатель должен сделать в офере, чтобы вы такие да и подписал. Менять в офере и торговаться за можно почти что за все. Мне кажется, единственное, за что вообще никак не поторгуешься, это за менеджера. Кто нанимает, вас тут нанимает. А в остальном, по большому счету, торговаться можно практически за все. Это свободный рынок, в котором компания и работник договариваются о условиях взаимодействия. То есть это ваш договор, который с обеих сторон действует. Но надо помнить, что если вы, например, идете в большую компанию, то, скорее всего, поменять должность title вы не сможете. Вот на что собеседовались, на то и устраиваетесь. Но при этом у них вы можете поторговаться за зарплату, вы можете поторговаться за пакет ваших акций, стоков и, например, вы даже можете поторговаться за количество выходных дней, если оно прописано. Например, вам хочется не три недели отпуска, а четыре недели отпуска. Вы можете попробовать поторговаться за это. А когда вы идете в стартап, там будет сложнее торговаться по зарплате, например, потому что денег у стартапов не очень много, и они очень стараются зажимать, пониже выставлять зарплаты, потому что они могут дать побольше пакет фантиков, но там можно хорошо торговаться за title. Например, вам важно получить новый уровень какой-то в режиме. Директора, например, или сеньора. Я приду все устраивать, дайте мне вот этот title. То есть в зависимости от того, в какой ситуации находится компания, вы можете торговаться за все, но за разные вещи будет легче или сложнее. Да, сейчас со своей стороны тоже скажу, потому что я с клиентами торгуюсь за оффер. Вот недавно, буквально на днях, у меня клиент получил оффер в одну всем известную компанию, и там мы сторговали зарплату, да, это 100% мы идем, я всегда торгуюсь за зарплату, хотя бы там, я не знаю, процентов там 10-20 точно надо туда накрутить. Вот, это первое. Значит, получили сайн-он-бонус, потому что он не был указан в оффере, но практика является такой вполне известной, да, за подписание оффера крупные компании часто дают вот этот сайн-он-бонус. И третье, за что мы нам не дали стоки, потому что у крупных компаний обычно лимитированная вот эта вот политика как раз по стокам, мы не стали торговаться за должность, потому что, опять же таки, там все очень, в крупных компаниях все очень регламентировано, и не стали торговаться по количеству вот этих вот, сейчас скажу, а, нет, по условиям труда в плане remote он-сайт, потому что, опять же таки, в крупных компаниях это тоже все регламентировано. Вот, с другим клиентом как раз таки стартапа торговали должность, должность и условия труда, потому что стартапы более гибкие, если вы хотите работать, например, из другой локации, remote, или не приходить в офис пять дней в неделю, а хотите три, или не три, а один, вот здесь тоже очень много, можно быть гибким за количество отпусков можно поторговаться тоже со стартапом, то есть вот, действительно, вот смотрите, читайте, все очень индивидуально, смотрите, изучайте компанию, прям, я всегда иду и смотрю, иду прям изучать глубоко компанию, что она дает, да, и читаю, 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 и смотрю, где вот можно делать вот эти вот подвижки, чтобы формулировать вот этот контр-офер, вот, окей, вот скажи, пожалуйста, как надо сформулировать офер, чтобы он не выглядел, я не знаю, какой-то сбалансированный был, потому что я знаю, вот ко мне приходят ребята, клиенты, мне говорят, я боюсь торговать им, потому что у меня отзовут офер, вот, скажи, пожалуйста, как, как вообще надо его писать, вот. вот, ты слышала хоть одну историю про отозванный офер в США? Да, я сейчас поделюсь, поэтому ты можешь мне просто... Потому что я, например, я не слышала ни одной истории о том, что отзыв, офер был отозван, когда все, вся коммуникация идет, ведется грамотно, без наездов, без неуважительного отношения и обоснованно. То есть контр-офер, который вы пишете, он должен быть обоснован чем? Вашей квалификацией, соответствующими сравнительными данными по рынку, тем, что компания получит, если вы придете, потому что для них это такой return of investment, то есть, что они... Почему они получат больше, чем ваш повышенный офер, то есть, им будет выгодно даже восстанять даже на высшую работу. То есть, нужно обосновывать. Какие обоснования не подходят. Обоснования из разряда «мне нужно платить по счетам» ну, извините, это ваша личная проблема. Любые «просто хочу» не подходят. все должно быть сравнительно с рынком и относительно ваших квалификаций, которые вы приносите в компанию. еще стоит учесть, когда вы делаете контр-офер. И, может быть, перед тем, как вы отсылаете это письмо, имеет смысл с рекрутером поговорить, понять, где вы уже для них в вилке зарплат. у каждой компании для каждой должности есть какая-то вилка. И обычно, обычно компания рассчитывает на то, что вы будете торговаться и не выставляет вам сразу по высшей планке. Потому что, во-первых, нужно пространство для торговаться, во-вторых, им нужно пространство для того, чтобы вы росли в заработанной плате в течение работы без того, чтобы повышать вас сразу через 6 месяцев после трудоустройства, например. Поэтому вилка есть, и обычно вы не в самой верхней планке этой вилки. Но бывают исключения. Бывают исключения, когда вас по какой-то причине вы так классно все сделали, вы им так сильно нужны, вы уже по верхней планке проходите. Если вы оттуда начнете двигать зарплату вверх, но они просто ничего не смогут с этим сделать. Поэтому нужно входить в положение компании в том числе. И, например, в такой ситуации, когда вы понимаете, что по верхней планке, имеет смысл поговорить с рекрутером о том, может быть, нам нужно обсудить должность повыше, чтобы вилка была другая. Или, опять же, посмотрите на все бенефиты и, может быть, какие-то другие условия могут измениться в офере, которые посредственно повлияют на то, что ваша оплата будет вам казаться уже хорошей. Например, работать меньше в офисе два дня, а не пять дней. Вы время тратите на езду, больше времени проводите дома, и с таким условием вот эти зарплаты вам уже устраивают. Нужно понимать, где компания находится. Расскажите, я хотела, да, да. Я тоже ни разу в жизни вообще не слышала про отзыв офера, но вот восемь лет я в США, я и своих оферов целую кучу получала и торговала, спокойно все было. Максимум, что мне делали, это отказывали в каких-то вещах, но там не было такого, что подзывали. И куча клиентов у меня тоже прошло, вообще все хорошо. То есть примерно я знаю, шаблоны, которые я использую, они плюс-минус одинаковые. Вот структура, как ты правильно говоришь, надо поблагодарить и порадоваться, и проявить желание работать в этой компании, дальше провести ресерч, обосновать свой контр-оффер, почему вам стоит платить больше, не потому, что просто вы так хотите, да, действительно, вот рыночная стоимость такая, или стоимость вашей компании такая, или там еще что-то, вот, и предложить очень аккуратно вот рассмотреть, да, на вот эти варианты. Вот. И, короче, у меня был, да, клиент, мы все написали, все как в рамках приличия, ничего там нового не было, на что рекрутер отвечает буквально сразу, моментально. Такое ощущение, что он даже не дочитал до конца или, может быть, вообще, вообще ничего точно не обсудил, то есть это было очень быстро, как будто автоматически какой-то ответ, типа, что он отзывает оффер. И мне тут показалось, что это была такая, скорее всего, манипуляция. Вероятно, там были, возможно, два каких-то однотипных кандидата, возможно, там они как-то что-то и сами между собой не хотели, я не знаю. Это, кстати, достаточно известная тоже компания, в Америке уж точно всем известная, крупная, вот. И это было, конечно, жестко. Это было жестко, ну, на что я говорю клиенту, типа, подожди, да, ну, вообще не реагируй, возьми паузу, возможно, дядя просто не в духе, да, потому что видно, что рекрутер, он даже ни с кем это не обсудил. Да. Монентальный ответ пришел, да, и такой жесткий при том. На следующий день, ну, там составили еще одно письмо, что, типа, извините, я как бы не хотел вот так, да, просто хотел negotiate, да, и предложить какие-то альтернативы, я все еще очень хочу работать. Вот. В итоге он, ну, отреагировал, он, видимо, остыл, оффер не отозвали, но ничего там менять не стали. Но очень интересная история была, да, я долго потом, я спать не могла, реально, после этого я просто вот, вот, просто офигел, я такого никогда в жизни не видела, и мне казалось, что это действительно какая-то жесткая, во-первых, манипуляция была со стороны рекрутера, вот, а во-вторых, это просто красный флаг. Вот я чуваку говорю, я говорю, слушай, мне кажется, не стоит там работать после такого отношения, ты будешь для них как мясо просто. Кстати, по поводу этого, мы обсуждали красные флаги в нашем, в нашей прошлой беседе по поводу поведенческих собеседований тоже, да, по тому, какие вопросы вам задают, вы можете понять, какие красные флаги. И здесь тоже, смотрите, очень важный момент. Вот представьте, вот вы себя, например, оцениваете как классный сотрудник. Вы хотите работать в команде с классными сотрудниками, так? Как компания найдет целую команду классных сотрудников, если рекрутер себя так ведет? С кем вы будете работать? Как, как, что вообще там происходит? Или, например, когда бывают такие случаи, когда компания прям очень сильно сопротивляются тому, что вы им говорите, что на рынке вот такие зарплаты? Вы о чем вообще? Ваши предложения, например, не рыночные, давайте рассмотрим какие-то более рыночные варианты, когда начинают спорить с рынком, даже они с вами? Там даже, на самом деле, вилка в вакансии была больше. То есть он даже не шел по верхней планке той зарплаты, которая была указана в самой вакансии. И там даже было такое, ну, как бы обоснование, что вот я посмотрел на вилку, и мне кажется, мое предложение как раз в вашей вилке. То есть там не было даже выход за эту вилку. То есть ему предложили мало, мало по той информации, которая была в открытом доступе о зарплатах на эту должность в этой компании. И как бы вот да. Здесь, да, к сожалению, человеческий фактор тоже имеет место быть. И, как ты сказала, может быть, дядя был не в духе. Да, да, да. Я поэтому сразу сказала, слушай, говорю, вообще не реагируй никак. Просто вот выдохни, ничего ему не пиши, возьми паузу, да, завтра мы сейчас с тобой сформулируем какое-то вежливое письмо, и завтра ты его отправишь, да, мы отправили, мы, конечно, ничего здесь не выиграли на этих торгах, но, по крайней мере, оффер не потеряли, и я думаю, что научились. Просто вот это хороший урок, не работать в этой компании. Еще прям совсем херово, наверное, можно, да, работать. Одно дело, то есть одно дело, когда тебе прям очень сильно нужна работа в этот момент, ну, ты можешь согласиться на какие-то условия, которые для тебя не идеальны, и продолжить искать работу, но если есть возможность, и вы видите такую токсичность уже на входе, подумайте 10 раз. Да. Рекрутер – это все-таки представитель компании. Согласна, согласна с тобой, да. Хорошо, расскажи тогда с точки зрения нанимающего менеджера, работодателя, как работодатели смотрят на такие ответочки от сотрудников. Вам нравится, вам не нравится, аноинь, да. Вообще, это норма. Это просто норма. это из разряда, как я слышала историю о том, что на восточных рынках, если ты приходишь покупать какой-то товар и не торгуешься, там продавец может не захотеть тебе его продавать просто, потому что для них часть фана – это поторговаться, что ты меня не уважаешь. То есть, компании ожидают, что ты будешь торговаться. Бывают случаи, когда в компании оффер невозможно торговаться по какой-то причине. Ну, он так и написан там, но он не господин был, да? Да. Но они об этом говорят с самого начала. То есть, здесь, как бы, без каких-то полутонов они просто скажут изначально, что мы не торгуемся, вот вам оффер, все, принимайте решение. Если такого не сказано, обычно такого не сказано, то компания ожидает торг. Менеджер, компания, в зависимости от размеров компании, иногда менеджер вообще не участвует в этом процессе. То есть, если вы боитесь, что, ой, вот что подумает мой будущий потенциальный менеджер и как он будет реагировать, во-первых, есть шанс, что он вообще будет не в курсе. Нанимающему менеджеру есть чем заняться. Это работа рекрутера. Рекрутер с вами все обсудит. Рекрутер сам пойдет в финансовый отдел, сам будет все согласовывать. Единственное, что часто просят менеджеров, это, может быть, предоставить дополнительную обратную связь по собеседованию. что же такого было классного, в чем такая особенная сила этого кандидата и классные качества этого кандидата, почему мы хотим его нанять на пересмотренные цифры. Недалеко не каждый менеджер участвует в этом, в этих бюджетных вопросах. Это раз. Во-вторых, открою вам маленький секрет как нанимающий менеджер. Менеджеру может быть выгодно, чтобы у его компании, у ее команды были более высокие зарплаты, потому что очень у многих, особенно крупных компаний, есть такая политика, что зарплата менеджера не может быть ниже зарплаты подчиненного, потому что менеджер видит все эти цифры и как-то вот этот вот баланс надо соблюдать. И я лично знаю примеры ситуаций, когда менеджеру поднимали зарплату тем же днем, как нанимали сотрудника. Да, конечно, это было не из-за того, что менеджеру просто плюшки закидывают, чтобы он не жаловался. Менеджер на самом деле в своей вилке был достаточно низко, его просто подняли, и это было все обосновано, то есть не вот прям манипуляцией, но если бы не наняли этого сотрудника, возможно, пересмор зарплаты менеджеру пришлось бы ждать дольше. Так что менеджер вообще не против того, чтобы вы получали много. Поэтому не переживайте за это, не бойтесь этого, торгуйтесь. Крутой, крутой инсайт. Слушай, ну, тогда давай вернемся к офферу. Мне пришел оффер, я написала контр-оффер, вероятность того, что отзовут оффер, равна стремиться к нулю, потому что действительно это какая-то нонсенс, если он написан в рамках, в рамках приличия, не такое вот типа мне вообще все не нравится, идите в жопу, который выглядит как отказ. Контр-оффер не должен выглядеть как отказ. Да, и когда вы пишете контр-оффер, такой совет, прям напишите что-то из разряда фразы, что я уверен, что мы с вами договоримся, я очень заинтересован в том, чтобы найти вот этот вот common ground, договориться до каких-то условий, то есть вы пишете оффер не в том, не ультимативно дай мне либо вот это, либо я пошел, а как тоже предложение рассмотреть, то есть как вам дали по негушиейт, вы тоже дайте негушиейт вашему работодателю, но учитывайте этот момент, когда вы контр-оффер шлете, что с вами тоже сейчас начнут скорее всего торговаться, то есть истина будет где-то посередине, поэтому закладывайте ваши ожидания и пожелания в ваш контр-оффер с учетом того, что можете найти финальный цикл где-то посерединочке. Ну, тогда получается, что какая реакция будет работодателя на мой контр-оффер, то есть реакция там отзыв оффера маловероятна, получается, соглашается совсем, соглашается частично, не соглашается ни с чем, да, наверное, вот как бы вариантов четыре, да, первый мы тогда убираем, потому что действительно какой-то ноксус, вот, можешь вот по этим трем вариантам все согласно, все берем, да, берем частично и вообще отказываем тебе в твоих предложениях, вот, non-negotiable, например, да, вот, если это не было прописано, что это non-negotiable, какая пропорция вот таких ответов на твой взгляд? Ну, большинство будет посерединке, большинство будет посерединке, если будет отказ, то, скорее всего, это будет только из-за того, что вы уже по верхней планке. Но как человек, который ходит по верхней планке в последнее время по собеседованию, могу сказать, что они ее тоже могут подвинуть, если вы очень убедительны и заинтересованы в этой компании. Поэтому продолжаем, продолжаем разговаривать, не боимся, не боимся себя оценивать по-хорошему, но если вы по верхней планке уже могут прислать и сказать, мы не можем. И, наверное, наверное, меньше всего все-таки тех, кто прям сразу полностью соглашаются. Все-таки большинство будет в либо давайте поговорим, частично принимают ваш контр-оффер, либо, ребят, мы уже выжили из себя все, выдали все, пожалуйста, придите. Хорошо. Здесь, когда, ну, когда, например, посерединке меня все устраивает, я думаю, что может там кандидат сказать, да, вот если, например, не устраивает, какие здесь действия, или, например, по серединке не устраивает кандидата, сколько таких пинг-понгов вообще может быть? Ну, таких пинг-понгов может быть, ну, на самом деле, может быть достаточно много, потому что вы не знаете, какие кандидаты есть у компании, каких кандидатов нет у компании, насколько компания ищет людей. Более того, такие пинг-понги, они иногда могут к вам возвращаться, то есть вы можете закрыть вопрос, а они к вам через полгода опять придут, потому что они все-таки еще не наняли, например. на эту должность и пересмотрели свои собственные ожидания, и может быть, теперь они согласны с вами поработать над вашим предложением. То есть это вообще такая, это танец, это такой танец, который в идеале на самом деле не заканчивается никогда в том плане, что либо вы приходите в компанию работать в итоге и продолжаете этот танец, либо если вам интересна эта компания, то даже когда вы говорите отказ, вы оставляете двери открытыми для новых предложений, то есть отказываться тоже нужно уметь, чтобы к вам обратно приходили, потому что это расширяет ваши возможности в будущем. Но в общем и целом, если вам не нравится, вы можете в разговоре с рекрутером еще раз высказать варианты, вы можете переспросить, окей, например, вы предложили подвинуться по зарплате, они сказали, не можем подвинуться по зарплате, но задайте вопрос, хорошо, а можете ли вы подвинуться по отпускам, чтобы мне меньше дней работать, подвинуться еще почему, почему, то есть какие варианты у них есть, потому что обычно какая-то гибкость есть, как минимум есть тот самый sign-on бонус, бонус, который вам выплачивают за то, что вы пришли в компанию, и очень часто этот sign-on бонус может быть достаточно значительным, и по крайней мере первый год вашей работы в компании общая сумма, которую вы получите, будет на том уровне, на котором вы хотели бы ее видеть. Поэтому продолжайте диалог до тех пор, пока компания не скажет все, ну все. Единственное, что не надо делать этот пинг-понг со своей стороны, то есть не надо делать так, попросили зарплату, они такие, ну вот, на тебе зарплату. А еще хочу это, да? А еще хочу, вот так делать не надо, свой, контр-оффер, вы говорите сразу, то есть вот это пакет условий, с которыми я подпишу сразу. И теперь уже они торгуются, они пытаются вас клонить на свою сторону. Вот эта вот часть, она может какое-то время продолжаться, потому что вы можете сделать какое-то решение, которое оптимально будет и для компании, не для вас. Да, то есть торговаться надо прям сразу и одним таким пакетом, банном. Не то, что ты сначала согласился, а потом отказался, а потом что-то еще докинул, убрал, да, вот это вот. Да. Поняла. Ну, то есть, да, вот получается стратегия такая. Мне звонит рекрутер, сообщает мне, что у меня оффер, говорит сумму, я беру паузу и прошу прислать мне письменный. Присылает письменный, я отвечаю рекрутеру, вот все круто, сейчас надо подумать, беру тоже несколько дней паузу, звоню карьерному консультанту, да, да, помогите, пожалуйста, составить контр-оффер, да, вот, то есть без вот каких-то подтверждений, отказов, вот нейтрально держать с рекрутером, да, такой диалог, что вот думаю, составить общий такой пакет, бандл, хорошее письмо, отправить и как бы держать пальчики, что скажет рекрутер, да, 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 но обычно, да, рекрутер возвращается через там пару дней, тоже уходит думать, обсуждать, только один случай был, когда рекрутер ответил через там пять минут, вот, да, ну вот мне тоже кажется, что что-то у него там было плохо просто в жизни, и мы что-то как-то не в тему написали ему, да, со своим контр-оффером. Хорошо, а вот, ну, допустим, вот не нравится мне оффер, как вообще культурно отказаться, чтобы остаться в компании в хороших отношениях? во-первых, если вы поняли, что вообще никак, например, там, очень сильно расходятся с вашими ожиданиями, ну, просто чисто логически понятно, что, ну, не смогут они вытянуть, ну, у них просто вилки другие. Ну, или у меня есть какой-то второй оффер, часто бывает, приходит там, у кандидатов два сразу оффера. Один хороший, а другой не очень. Да. В этой ситуации, во-первых, не надо затягивать слишком сильно, не надо держать до последнего момента. Если вы решили отказаться, ну, не тяните, откажитесь. Но когда вы отказываетесь, скажите снова о том, что вам понравилось в компании, почему вы вообще были готовы рассматривать оффер, какие аспекты для вас были так сильно важны, что было крутого. И объясните, что вы в данный момент не готовы принять этот оффер. И когда ситуация изменится, либо у компании, либо у вас, вы надеетесь на то, что вы снова поговорите. То есть открываем двери открытыми, говорим о том, что они могут к вам снова прийти, говорите им, что вы очень-очень хотите у них работать, очень классные вы, вы замечательные, но вот вы пока меня не тянете, но бывает такое. И да, дайте им возможность к вам прийти снова. еще имеет смысл, если у вас есть какие-то знакомые, которым интересна эта компания, или кто бы согласился на похожие условия, вы можете не в том же самом письме, а потом, чтобы поддерживать отношения с этой компанией, например, написать рекрутеру, что было классно с тобой работать, я понимаю, что вы ищете над эту должность, которую, к сожалению, я вам не приду, но, например, у меня есть такие ребята знакомые, которых я могу вам посоветовать, и таким образом вы помогаете рекрутеру и оставляете вот это хорошее впечатление, ему хочется с вами продолжить общение. Супер, супер. Если такая категория людей или, может быть, каких-то должностей или уровней, которым вообще не стоит торговаться, ну, может быть, джуны, интерны, там, я не знаю, еще кто-то, или вообще вот все могут торговаться, или люди на визах, там, я не знаю, на рабочих. Торговаться могут все. Это вопрос только вашей личной ситуации, насколько для вас критично сейчас иметь работу. Наверное, если вам нечем платить за квартиру, имеет смысл пойти на эту работу, что вы там не предложили, чтобы был какой-то доход. Или, если, не дай бог, вы на H1B визе, и у вас есть 60 дней, чтобы найти новую работу, потому что, например, вас сократили с предыдущей, такие бывают случаи. Наверное, имеет смысл согласиться на работу, и если вам не все условия нравятся, продолжите искать эту новую работу, которая будет более подходящей вам по уровню. джунов. во всех остальных случаях торговаться могут все, включая интернов и джунов. У меня, например, был случай, когда девушка, она была у нас интерном, хотела выйти к нам джуном, и она выторговала себе один уровень выше и гораздо более высокую заработную плату, нежели мы ей хотели предложить, потому что мы ей хотели предложить просто стандартный пакет, который мы даем всем, кто приходит сразу с колледжа, а она такая, извините, я брала курс по негушейшу, я вам сейчас поторгуюсь, и выторговала, и у нее были обоснования, ее обоснования были такие, что я понимаю, что это ваш стандартный пакет, но насколько я вижу по данным, по цифрам, этот пакет более соответствует бакалавру, например, а я мастер, более того, я не просто мастер, у меня там вот столько-то было интерншипов, и у меня вот такие-то были еще работы до этого, то есть я не вот прям студент-студент только, она прям все это обосновала, и мы такие, ну, блин, ну да, молодец, приходи к нам на вот такой пакет, все, согласовать, она вышла на более высокий уровень, чем мы ее планировали нанять, и на более высокую зарплату. Слушай, мне кажется, для Джуда это вообще круто, потому что Джун показывает себя уже как не Джун, то есть вот не обесценивает, то есть она показывала, она показала, что она выше, ценит себя выше, соответственно, вот она проявила вот эту уверенность в том, что она достойна этого, и мне кажется, это в целом такой хороший сигнал, опять же таки, если действует в рамках правил, да, если все это вежливо, аккуратно, обоснованно, то вот, ну, действительно, торговаться могут все, и Джуны, и интерны, и люди на визах могут, да, никто же не знает, есть у тебя сейчас деньги поесть или нет, да, это уже работодатель не знает, но возможно, да, здесь есть какая-то, может быть, такая байос или манипуляция в голове работодателя, если ты Джун, и сейчас какая-то плохая ситуация, то, скорее всего, ты на три копейки к нам придешь, потому что на работе все плохо, да, с поиском работы, или если у тебя H1B, у тебя 60 дней, скорее всего, мы тебя прогнем, потому что у тебя выбора нет, да, вот на текущем рынке, вот, но, тем не менее, это все равно не отменяет право попросить больше, да? Конечно. Хорошо. А вот какие ошибки в основном допускают кандидаты при написании контрофера? Я думаю, что мы что-то уже обсудили, но повторение мать учения, я думаю, стоит еще раз это прям пройтись и прям обозначить, вот не делайте так. Да, не делайте это ультимативно, не делайте это безосновательно, не делайте это неадекватно рынку, то есть приценитесь, поймите вообще, сколько получают на этих должностях в этих компаниях. Слава богу, сейчас есть веб-сайты, на которых можно примерно сориентироваться. вот этих вещей, вот этих вещей делать не надо, не грубите, и и все будет у вас хорошо. Это вот все вот эти не. И не упускайте момент еще раз сказать, какие они классные и как сильно вы хотите у них работать. Вот это прям очень важно, заинтересованность кандидата в этой работе. Очень часто еще я знаю, есть такой вопрос, а если у меня есть второй оффер от другой компании, мне про это говорить или не говорить? Расскажи. Говорить, но опять же, если вы об этом говорите, обязательно еще 10 раз, вы мой топ-чойс, я очень хочу у вас работать, но вот смотрите, ну что я могу поделать? Я очень хочу у вас работать, но вот мне вот такие вот цифры дает другая компания, например. Надо ли показывать этот оффер? Или просто показывать? Нет, у вас нет никакой необходимости прям показывать, никаких доказательств вам предоставлять не нужно, но вы можете использовать эту информацию как рычаг для вот этого торга, но надо понимать, что если вы наврете и в итоге не договоритесь, зачем? А как? Вот смотри, если показывать его не надо, то можно действительно врать, и если кандидат умеет врать, ну, тем более это часто бывает в письменном виде, знаешь, ты даже как бы когда ты устно это еще врешь, там можно по каким-то косвенным признакам понять, что ты врешь, но если это в письме, чистый текст, вот я получил оффер, название компании, да, я буду говорить, да, вот прям вот, или просто оффер, как? Иногда говорят, иногда не говорят, то есть тоже depends, говорить на самом деле, ну, не всегда советуют, потому что вы не знаете, какие связи у людей, с которыми вы общаетесь, и что они там могут проверить, и каким образом они могут повлиять на тех или иных людей, с той стороны в том числе, может быть, вы с ними тоже торгуетесь, скорее всего, там есть, а сейчас эти два рекрутера созвонятся и до чего-нибудь договорятся без вас, вам это надо? Да, совсем интересно, ну, тогда как они проверят? Я скажу, вот у меня есть какой-то оффер. Они не будут проверять, у них нет задачи проверить, дело же не в том, правду вы говорите или нет. Дело в том, что вы в своем письме говорите, у меня есть другой оффер, который выше, вы можете даже назвать сумму, и в этом письме вы пишете работодателю, что либо вы пишете, какие у вас условия вот этим работодателям, чтобы они сказали, чтобы вы сказали да, потому что может быть, вы скажете, если вы сделаете мэтч, тогда я к вам приду. Окей, это одни условия. Может быть, вы скажете, вам придется сделать оффер выше, чем у этой компании, и тогда я к вам приду. А может быть, у вас какая-то такая ситуация, что да, там платят больше, например, условия труда вам не нравятся, или вот эта компания вам нравится больше, на самом деле она ваш топ-чойс, и вы даже можете сказать, я к вам даже на меньшую зарплату приду, но не меньше, чем вот это. То есть у меня есть оффер выше, но я вас настолько сильно ценю, что я к вам приду на меньшую сумму. Потому что мне нравится ваш продукт, например, или команда, или еще что-то. Суть не в том, что у меня есть оффер, а суть в том, что у меня есть оффер, и если вы сделаете вот так, то я ваш оффер просто подпишу, а тот оффер я выброшу. Поняла. Спасибо. Давай поговорим про какие-то такие юридические аспекты оффера. Вообще несет ли оффер какую-то юридическую силу, подписанный? Вот мы вдвоем согласились, подписали друг другу офферы с компанией. Какие вообще гарантии мне дает оффер как кандидату? Когда мне увольняться с работы и всем говорить, что я выхожу на новую работу? Единственная гарантия, которая у вас есть, это если вы выйдете на эту работу, то условия у вас будут такие, как там прописаны. Все. Ну, то есть, да, я примерно говорю своим клиентам, вы увольняетесь с работы, когда получите первый пейчак. Да, есть такая методика, я знаю людей, которые так делают, которые делают overlap. Не всегда, может быть, и всегда это не очень этично. Это надежно. Это надежно. Потому что я слышала очень много историй, вообще, когда офферы отзывались чуть ли не вообще в последний день, прям перед выгодом на работу. Да, оффер компания может отозвать. Точно так же, как вы, никто не гарантирует, что вы выйдете на эту работу. Вы можете не выйти и в последний день, вы можете даже ничего не сказать по этому поводу, просто исчезнуть. Никто вам не гарантирует, что вы выйдете и вы не будете сокращены в первый же день. Здесь рынок такой, совершенно не такой, как в России, или как в Европе. Здесь employment at will, что значит, если пока оба хотят, вот тогда employment есть. Один раз хотел, все, на этом все заканчивается. так что здесь ничего не гарантировано. В этом плане, если, например, у вас relocation бонус прописан в контракте, то либо не переезжайте, пока он вам не выплачен, потому что никто вам его не гарантирует, либо если компания вам предоставляет relocation бонус по какой-то причине перед тем, как вы начинаете работу, некоторые компании так делают для того, чтобы привлечь кандидатов, убедитесь, что написано в этом оффере, что у вас его не попросят назад, в случае, если со стороны компании будет расторган. Да, кстати, часто вот там есть пункты, что мы вам выплачиваем sign-on бонус, мы вам выплачиваем relocation бонус, но если вы уволитесь, и там непонятно, по каким условиям, если вы прекратите работать в течение года, вы нам должны компенсировать это, то есть как вас могут уволить, так и вы можете сами уволиться. Поэтому нужно внимательно читать, и в эти вещи тоже можно вносить корректировки. Например, если вам непонятно, и, например, если вы уверены в том, что можно написать по-другому, или даже если не уверены, вам просто непонятно, просите написать так, чтобы было понятно. Я просила тоже, кстати, прямо в договор влезала, я была таким юристом, и писала, вот мне непонятно, там был какой-то пункт про какие-то возможные переработки, это было как-то все мутно написано, думаю, блин, что такое, очень неконкретно, напишите конкретно сколько процентов, не знаю, 10% в году возможной переработки, или 5% в году, потому что возможно переработки звучит как-то совсем странно. Я тоже рубилась за этот пункт, я помню, что мне непонятно, пожалуйста, напишите конкретику. Да, и действительно все можно туда вносить какие-то, просить, по крайней мере, внести корректировки, они тоже могут отказаться, это тоже, наверное, часть такого согласования от оффер-процесса, в том числе не только оффер-условия, но еще договор, условия работы и какие-то такие реально маленькие нюансы, вплоть до того, что еще, как у меня случай был, компании, многие компании, у них есть non-compete agreement, то есть после увольнения кандидат не может работать на компании конкурента, но компания конкурента, если они не прописаны четко, это понятие очень растяжимое, особенно крупная компания, например, Google, кто может быть конкурентом Google, любой, любая компания может быть оценена как конкурент Google, вообще любая, любая по всему мир, и что это тогда значит, что ты вообще не можешь работать в IT-компаниях, ну как бы, да, вот что за бред, ну пропишите конкретно, там, не знаю, Apple, Meta, или что-то такое, да. Да, но здесь нужно быть, когда вы уходите к реальным конкурентам, нужно быть аккуратным, потому что, во-первых, вы уже работаете в какой-то компании, да, и вы уже подписали какой-то трудовой договор, и в нем уже, возможно, что-то написано про Non-Compete, то есть, если, например, вы работаете в, там, не знаю, не важно, компания А, уходите к прямому конкуренту компании Б, и говорите за две недели до до ухода, я ухожу, они вас спрашивают, а куда вы уходите, в компанию Б, вас увольняют одни в днем, вы не доработаете в этой неделе, так что будьте аккуратны в этом плане, но с другой стороны, будьте аккуратны, когда вы уходите к конкурентам, особенно, если у вас есть доступ к каким-то очень, там, каким-то данным, каким-то алгоритмам, еще к чему-то, не попадите на какие-нибудь судебные иски, особенно на промомент не уходить до того, как получишь первый пейчек, в случае с конкурентами, может быть, этого не стоит делать, потому что, не дай бог, потом всплывет то, что вы одновременно работали у конкурентов, и не дай бог, какие-то вопросы будут к поводу течки, проблемы будут у всех, включая вас, поэтому аккуратно. Да, аккуратно. Ну, все-таки тогда, когда после подписания этого оффера кандидату стоит увольняться с предыдущей работы? Если ты хочешь отпуск взять, то возьми волься заранее, возьми отпуск. Но ты же, получается, не, я имею в виду не то, что там отпуск, я имею в виду, чтобы не попасть в вот эту вот ситуацию, когда оффер отозвался в последний день перед выходом на работу, а я уже уволился. ты не можешь себя защитить вообще никак. Более того, смотри, ты же можешь, ты можешь получить первый пейчек и быть уволенным после этого первого пейчека. Да, да. У меня в предыдущей компании так было, не у меня, а вот у коллег моих. Я так и смотрю, появились, а потом, опа, через неделю их уволили. Бывает. Поэтому здесь соломку везде не подложишь. Поэтому даже в крупных и стабильных компаниях бывают вообще совершенно непонятные сокращения просто потому, что они решили вырезать там какой-то пласт каких-то команд. Поэтому стандарт обычно говорят за две недели, берут до последнего дня, все, последний день, я пошел. Кто-то увольняется одним днем, то есть никто вас не обязывает. Вот это тоже надо помнить. У нас в России и в Европе тоже есть правило, что ты должен сколько-то отработать. Например, у меня есть команда в Германии, они должны то ли два, то ли три месяца отработать до того, как они уйдут. То есть им надо ноуты сдавать за три месяца. какая-то дикость. Здесь ты вообще ничего не обязан. Ты можешь вот прийти к начальнику сказать до свидания и уйти. Все. Сегодня мой последний день. Поэтому взвешивайте опять же свои риски, взвешивайте насколько вы доверяете текущей компании, насколько вы доверяете следующей компании и исходя из этого принимайте решение. Окей. Вот это такая ситуация. Кандидат два или три оффера на руках и он там еще ждет какой-нибудь еще оффер или там например один получил, но ждет оффер от компании мечты, но оффер надо подписать, потому что у нее expiration date и так далее. Очень часто история. Что делать в таких ситуациях, когда вот несколько офферов ты пока еще не выбрал и пока теряет ты не знаешь что, все подписывать? Или что? Я не слышала никаких историй про то, чтобы в суд за фрод подавали, что ты на самом деле не хотел к нам идти, но однозначно это будет некрасиво, если вы подпишете оффер и не придете. Точно так же, как однозначно для вас будет некрасиво, если вам дадут оффер и потом его отзовут. Вы потом пройдете еще раз беседоваться с этой компанией? Скорее всего, нет. Точно так же и с вами. То есть, вы понимаете, что ваше имя никуда не потеряется и оно в истории и в базе данной этой компании, этих рекрутеров, оно останется навечно. Поэтому, если вам нужно сохранить лицо, то лучше, наверное, выбрать. Все-таки выбрать и не подписывать всех. Выбрать самые лучшие варианты. Но иногда бывают такие ситуации, что вы выбрали из всех тех, которые у вас сейчас есть. Вышли, вам бац, и присылают новый оффер там кто-нибудь. Компания мечты, да? С крутой зарплатой. И вы туда уходите. У меня были такие случаи, когда я нанимала людей, а чувак вышел и через два дня ко мне подходит и говорит, Оль, прости, пожалуйста. У меня вот... Я думала, они ко мне так и не придут, а они взяли и пришли. И уволят. Как вот так вот уйти или отозвать свой оффер, чтобы не быть вот этих в чёрных списках кандидатов, которые взяли и вот как-то грубо ушли? Извиняться, вставать в положение компании в том плане, что написать, что я понимаю, что вы вложились. Вообще-то это очень дорого нанять кандидата. То есть вы должны понимать, что для вас это, я не знаю, было там 10 часов интервью, например, и подготовки к нему, и всё. А для компании это могли быть сотни тысяч долларов и работа нескольких людей на протяжении нескольких месяцев. Плюс вас целая команда собеседовала, и они ещё собеседовали всех остальных, и они вас выбрали. И это я сейчас всё говорю не для того, чтобы какой-то feeling of guilt, вину посеять, а чтобы вы просто понимали, что вас уже вложились. Именно поэтому отзывы не отзывают. Вас уже вложились. Зачем они будут отзывать оффер, если вы начали торговаться? Только если плохой день. В норме не будут. но бывают ситуации, бывают жизненные ситуации, бывают ситуации, что вы нашли другую работу, бывают ситуации, что вы не можете переехать, бывают ситуации, что вы вообще решили взять перерыв в работе. Разное бывает. В жизни остаётся объяснить, как можно понятнее признать, что вы понимаете ситуацию полностью, что вложились в вас, в найм ваш ну, сказать, ну, сори. То есть не уходить грубо, не уходить молча. Есть вот такая сейчас тема silent, silent quit, когда люди просто исчезают. Гостинг, гостинг. Эти люди точно в чёрных списках навечно. рекрутеров туда все пытаются поместить, потому что рекрутеры не отвечают. Потому что со стороны кандидатов то же самое же бывает. Да, бывает. Ты вложился, вложился, а они исчезли. Даже робота письмо не прислали. Да. Поэтому просто оставайтесь людьми. Компания переживёт. Менеджер переживёт. все переживут. Просто оставайтесь людьми. Да, спасибо большое. Скажи какую-нибудь историю интересную про оффер, может быть, твою историю как соискатель или кандидата или нанимающего менеджера. Что-нибудь есть у тебя такое запоминающееся? У меня была очень интересная история, когда я нанимала сотрудника и он не торговался за оффер. Это, кстати, была его ошибка, что он не торговался за оффер, потому что он оказался очень крутым сотрудником, но история была такая, что он торговался за собеседование. что случилось? То есть это очень редкая ситуация и такая из ряда вон выходящая, но такое тоже бывает, просто чтобы вы знали. Он собеседовался на должность менеджера и в собеседовании на должность менеджера мы поняли, что было бы классно его нанять как IC, как инженера, а не как менеджера. По-моему, мы уже, то ли мы уже наняли другого человека на рейл-менеджера и вот этот кандидат нам очень классно подходил на более высокую уровню IC. Эти детали я уже не помню, но у нас идея была такая, что нам все подходит, но в сетке собеседований менеджера не было кодинга. То есть мы не проверили его скиллы, как он кодит. И мы к нему возвращаемся и говорим, вот мы хотим тебе сделать оффер, ты нам интересен как инженер, но нужно пройти еще собеседование. И он такой, а я не буду. Ты в смысле? Он такой, ну смотрите, я уже столько времени вложился, у меня вот есть опыт работы инженером, вот вы видите в моем резюме то, что я вот, все написано по-честному, на каких языках я пишу, что, чего. Технические собеседования у меня были. Да, вы пропустили кодинг, это ваши проблемы. Я уже достаточно времени с вами провел, я уверена у вас достаточно информации о том, насколько я классный, просто делайте мне оффер и все. сделали ему оффер в итоге. Это был один из лучших кодеров, которых я наняла. Я думаю, это была удача, потому что, ну, он мог так просто заманипулировать, и мы бы его наняли, например, а поняли бы, что он не может кодить, да? Ну, уволили бы одним днем. Именно, ну, уволили бы одним днем, но вообще по факту ситуация такая очень редкая, когда когда кандидат, он окей со всеми цифрами, например, но вот говорит, я вот столько времени вам уделю, и все. Вы, наверное, высосали все, вообще, все силы у него, энергию. Я могу представить, что было, я не знаю, в крупных компаниях по шесть интервью, и тут еще и должность ниже ему предлагать. Я представляю, как это обидно. И еще сказали, иди еще и кодь за должность ниже. Мне, конечно, он просто обиделся. Сказал, идите ему заняться. Возможно. Но в итоге он пришел к нам работать. Очень-очень классно все было, и мы до сих пор взаимодействуем очень много. Слушай, а вот у меня тогда, наверное, не по тему оффера, но вообще вот такой даунгрейд, да, потому что все часто говорят про оверквалифайд люди, и надо, например, не хотят брать менеджеров на IC позиции, потому что у них там другие уже амбиции, они хотят быть менеджерами, а вот получается, что вы сами взяли и понизили человека на этапе собеседования. Вот для вас, как для работодателя, был ли это риск того, что он, ну, чувствительный обидится, придет, не будет работать хорошо, как IC, ну, либо уйдет, потому что он все-таки хочет быть менеджером. Вот расскажи про это. Здесь, ну, во-первых, это обсуждается, насколько сильно ты реально хочешь быть менеджером. И если ты сто процентов хочешь быть только менеджером, есть такие люди, которые абсолютно отказываются уходить в IC, им, да, скорее всего, мы скажем, ну, ладно, мы не будем продавливать, мы не будем убеждать, но если человек открыт к роли IC, или, например, мы думаем, что он не понимает, например, какие обязанности перед ним, и на самом деле его скиллы очень классно подойдут под эту роль IC, потому что все же IC разные, все же разные функции выполняют, мы можем с ним там еще встретить, попробовать его поубеждать, но если он говорит, что хочу быть только менеджером, значит, будет менеджером где-то еще. И еще один момент про downgrade, ну, это не всегда downgrade, у менеджеров тоже есть уровни, и у инженеров есть уровни, он собеседовался на один уровень менеджмента, а пришел на другой уровень инжиниринга, то есть он на самом деле по зарплате никуда не просеял, возможно, даже выиграл, и great у него был выше, чем был бы great, если бы он пришел на менеджера. Поняла, поняла, ну, то есть это не то, что он там был каким-то великим менеджером, а ему сказали, вот иди обратно в свой IC и делай, пиши код, он говорит, а я, блин, уже два года не пишу код, и вообще нафиг мне это надо, да, то есть не та ситуация, окей, окей, поняла. Хорошо, ну тогда мой последний, завершающий, традиционный вопрос, что можешь пожелать тем, кто сейчас ищет работу? Я желаю всем, кто ищет работу классных офферов и классного торга после этих классных офферов, чтобы оффер становился еще более классным. У вас у всех получится, не бойтесь, если вам страшно, приходите к Ане, Аня вам поможет и написать письма, и подготовиться к беседе, потому что, да, это навык, и этот навык вам будет полезен всю вашу жизнь отрабатывать. Да, да, спасибо большое, Ольга, было очень интересно, полезно, слушай, супер эпизод про оффер, просто моя мечта, моя мечта. Мне кажется, это такая часть, которая действительно недооценена, недооценена очень сильно, и вот мне кажется, я надеюсь, что я буду популяризировать среди русскоязычного населения вот этот подход, что действительно торговаться могут все, ничего в этом ужасного нету, попрошайками вы выглядеть не будете, наглыми там, обнаглевшими, зажравшимися, что там еще могут сказать, вы выглядеть не будете, главное действовать в рамках приличия, обоснованно, фактично, аккуратно, вежливо, и недирективно, получается. я прям взяла свои коучинговые слова, которые нас учат про общение с клиентами, оно должно быть партнерское, недирективное, фактичное. Вот, собственно, оффер должен быть партнерским, недирективным, фактичным, да? Да. Да. Супер, идеально, идеально, да, класс. Спасибо тебе большое еще раз, жду тебя третий раз, может быть, тогда на ревью-резюме технических, да, мне кажется, было круто, если ты придешь ко мне в прямой эфир на ревью-резюме, поставьте лайк, если вам... За приглашение. Да, поставьте лайк, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, если вы хотите видеть Ольгу на ревью-разносе-резюме, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео у себя в соцсетях, делитесь с друзьями, с теми, кто только получил оффер или планирует его получить, обязательно поделитесь, вы не поверите, вы выиграете просто вот в разы, вот вы просто попробуйте, да, потом мне в комментариях отпишитесь, как у вас это было, если действительно боитесь или стесняетесь, такое тоже бывает, пишите мне, я вам помогу, напишу за вас очень-очень аккуратненько. Спасибо еще раз и до встречи. Спасибо, Аня. До встречи. Все, пока-пока. Пока-пока и удачи.